Около 13 гектаров дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Орехово-Зуевском городском округе. В ходе оперативно-профилактической операции МАК, направленной на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотробные вещества, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу, на территории обслуживания было обнаружено два участка с дикорастущей коноплей, общей площадью около 13 гектаров. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУМВД России по Московской области, изъятые образцы растений являются наркотическим средством – марихуаной. Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали очаги произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило более 700 кустов. В соседнем Сергиевом посаде полицейские изъяли из незаконного оборота более 12 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Московской области выявили факт незаконного хранения партии фальсифицированного алкоголя. В ходе отработки поступившей оперативной информации в гаражно-строительном кооперативе, расположенном на окраине города, полицейскими обнаружен склад, в котором хранилась немаркированная алкогольная продукция, а также бутылки с водкой, оклеенные федеральными специальными марками. По результатам экспертизы, проведенной специалистами ЭКЦ ГУМВД России по Московской области, специальные марки являются поддельными. Кроме того, на продукцию отсутствовала необходимая сопроводительная документация, подтверждающая легальность производства и оборота. В результате операции правоохранителями было изъято более 12 тысяч бутылок нелегального коньяка и водки. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают поставщиков и фактических собственников поддельного алкоголя, а также места производства и сбыта фальсификата.